Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы начнем сейчас разговор о книге Экклезиаста или Проповедника. И поговорим сначала о книге в целом и более конкретно о первой главе этой книги. Экклезиаст – довольно своеобразный текст вообще для мировой культуры и крайне своеобразный, мало на что похожий, мало с чем сопоставимый в общем круге библейских книг. Хотя, конечно, есть и довольно много общего. Но все-таки своеобразие, неожиданное содержание этой книги нередко заставляют читателя задавать вопрос, а почему вообще, как вообще оказалась эта книга в библейском каноне? Хотя она там действительно чрезвычайно важна, и в развитии библейской мысли, опыта взаимоотношений с Богом занимает действительно очень важное, я бы сказал, функциональное место. В общем, понятно, в каком-то смысле можно найти ответ на вопрос, почему все-таки эта книга в каноне оказалась. Итак, из самых общих замечаний, которые нужно сделать, прежде чем мы обратимся к тексту книги, вот что представляется важным. Мы с трудом можем датировать эту книгу, хотя с определенной уверенностью, пожалуй, так будет правильно сказать, с уверенностью современная библистика относит ее написание где-то к рубежу IV и III веков до Рождества Христова. Стало быть, это послепленная эпоха, да, может быть, в IV веке, может быть, в начале III века до Рождества Христова. Это, конечно, никак не соотносится с надписанием книги, потому что традиция и самый текст книги говорит «Я, экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме», и принято считать, что эта книга написана или должна была, могла быть написана царем Соломоном как таким знаковым образцовым представителем традиции мудрых Израиля. Но на самом деле здесь важно следующее. Во-первых, вся традиция мудрости, вся традиция мудрых Израиля, так называемая литература мудрых или хакмическая литература, которая расцвела в послепленную эпоху, вся так или иначе всегда относила себя к царю Соломону, и из этого, вообще говоря, не следует, что Соломон имел более или менее прямое отношение к авторству. Скорее, все же эпоха написания книги с достаточной уверенностью можно определить по языку, по наличию заимствований из персидского, арамейского и по тому, как вообще устроена эта книга с литературной точки зрения. И еще, что не очень понятно для читателя современного и было, тем не менее, совершенно естественным, для читателя древнего – это практика псевдоэпиграфов, когда литературные произведения подписываются авторам чужим именем специально, не для того, чтобы ввести читателя в заблуждение, а наоборот, чтобы поставить свое произведение в определенный ряд, в круг определенных книг, относящихся к конкретной традиции. Псевдоэпиграфы были характерны отнюдь не только для библейской литературы, нередко в религиозно-философской литературе и за пределами библейской традиции это наблюдается. И, кроме того, конечно, в новозаветную эпоху тоже мы видим огромное количество псевдоэпиграфов. Причем, если в новозаветную эпоху нередко псевдоэпиграф и впрямь пытается скрыть какие-то для автора книги, может быть, не вполне приятные, нежелательные коннотации, как это происходит с разнообразными апокрифическими новозаветными книгами, то в Верхозаветную эпоху этого еще вовсе не было. У автора не стояла задачи, не было идеи предъявить читателю, какой он чудный писатель, замечательный, как это делают современные писатели, подписывая книги своим именем, от своего имени говоря. Здесь для автора было важно именно обозначить жанровую принадлежность. С одной стороны, все выглядит так, как будто авторство приписывается Соломону, но никто из современных авторов и читателей не ожидал увидеть здесь случайно найденные какие-нибудь древние рукописи царя Соломона. Кое-где в книге есть и указания на это, скажем, когда автор говорит обо всех бывших прежде него царями в Иерусалиме, хотя прежде Соломона царем в Иерусалиме был только его отец Давид и больше никто. Теперь дальше. Вся традиция хакмической литературы или литературы мудрых Израиля объединена некоторыми общими идеями, может быть, правильно сказать, общими понятиями. И в первую очередь это понятие мудрости, которое в их устах и в том, как эти люди думают, обозначает путь жизни перед Богом, путь правды, путь исполнения заповедей, путь, который отличает жизнь от смерти. Вообще, эта идея двух путей и в ветхозаветные времена, и в новозаветные для библейской традиции была важна. И во многих произведениях не только литературы мудрых об этом идет речь. Ну вот, то, что мы сегодня могли бы назвать, скажем, путем жизни или путем праведности для этой эпохи, послепленной, должно было быть названо мудростью или путем мудрости. Так используют эти слова люди в эту эпоху. Для них существует некое проявление Бога, которое они называют Божьей премудростью. Тем, что созидает этот мир, тем, что структурирует мир и человеческую жизнь, тем, в чем выражена правда Божья, сила Божья. Вот эта премудрость, и, соответственно, для них то, как и чем живет человек на земле, есть некоторое отражение замысла Божьего. Поэтому они используют это слово «мудрость» как нечто отчасти подобное, по возможности, как можно больше подобное мудрости самого Бога. Это путь, который соответствует замыслу Божьему о человеке. Мы видим это отнюдь не только у «Экклезиаста», и у многих других, у тех, кто составляет притчи Соломоновой, книгу премудрости Соломоновой, в общем, даже и у авторов книги Даниила, у тех, кто составляет книгу премудрости Иисуса, сына Сирахова, у очень многих людей, да, и, конечно, у гениального пророка и гениального писателя этой же эпохи, автора книги Иова. Тоже вот этот взгляд на жизнь, и в том числе на духовную жизнь, конечно, виден. И, тем не менее, несмотря на эту множественность авторов, относящихся к этой эпохе, к этому образу мыслей, все-таки «Экклезиаст» совершенно здесь выглядит уникальным, необычным. Конечно, многие люди, даже и не читавшие, тем не менее, знают, что «Экклезиаст» — это такое скептическое произведение, нередко принято соотносить его со скептическими произведениями вовне библейской культуре, вроде там беседы господина с рабом какой-нибудь, древнеегипетской. Да, действительно, представление о том, что все бессмысленно, если совсем одним словом коротко, все бессмысленно, и все разрушается смертью, это представление характерно для культур весьма многих и в ту эпоху, и в более поздние времена. Но все-таки в книге «Экклезиасты» есть и другая сторона дела. Итак, обратимся сейчас, собственно, к тексту первой главы. Нужно заметить, что кроме, собственно, автора, по-видимому, скорее всего, у книги еще был редактор или, по крайней мере, человек, который несколько позже составления основного текста, возможно, внес какие-то коррективы в композицию и, может быть, дополнил, по крайней мере, самая последняя глава. Часто исследовательно рассматривается именно как произведение этого редактора. Вероятно, и к первой главе тоже этот неизвестный нам и, вполне возможно, тоже боговдохновенный редактор приложил свою руку. Поэтому, собственно, текст начинается не с самого начала. В начале книги предпослано некоторое, если не краткое содержание, знаете, то, что сейчас мы называем английским словом «самари» — краткое изложение ключевых идей. А текст начинается примерно с 12 стиха, где автор вот пишет таковы слова. «Я, экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме». Здесь не называется имя, потому что «экклезиаст» или «кохелет» в оригинале собственно тот, кто проповедует, тот, кто говорит в собрании, чаще всего, скорее всего, богослужебном. И с большей вероятностью, конечно, таким экклезиастом, проповедником мог быть кто-то из первосвященников, но автор ставит себя заведомо в другую позицию. Вот он обозначает. «Я, экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме». И дальше он говорит, вообще говоря, потрясающе важную вещь. «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Если менее поэтичным и более простым языком попытаться передать, что же сообщает нам автор, то он, по-видимому, говорит следующее. Вот его желание, его идея, «предал я сердце мое», заключалось в том, чтобы подумать, оценить разумом, проверить мудростью. Еще раз скажем, мудрость – это разум, который помнит о существовании Бога, мудрость, которая действует перед лицом Божьим. Вот он хочет исследовать и испытать все, что делается под небом. В очень многих культурах, к сожалению, и в христианской тоже, часто мы наблюдаем весьма мощные, такие, я бы сказал, антиинтеллектуальные тенденции. Разговоры о том, что думать не надо, разговоры о том, что где просто там все хорошо и правильно, а начнешь думать, ничего хорошего не получится, прочее, прочее. Но вот Слово Божье говорит нам о том, что это занятие, которое Бог дался нам человеческим. Попытка верующих, христиан, отключить голову, как теперь говорят, не думать, не исследовать мудростью, то, что делается под солнцем, прямо противоречит, по крайней мере, вот взглядом автора книги «Экклезиаста». Он считает, что это обязанность человека. Бог дал это тяжелое занятие, он не делает вид, что это легко, Бог дал это тяжелое занятие сынам человеческим, чтобы мы упражнялись в нем. И это действительно очень важная вещь, понимаете? Для «Экклезиаста» это не просто не противоречит повелениям Божьим, наоборот, это является повелением Божьим. Это необходимо для того, чтобы быть человеком. И обратите внимание, что тоже, вероятно, он не понял бы всех наших часто звучащих, довольно бессодержательных разговоров о вере, сомнениях и так далее. Не может не быть сомнений, не может не быть критического исследования для верующего человека, потому что необходимо обдумать все, что мы видим под небом, помня о том, что это делается перед лицом Бога. Это фундаментально важная вещь, которая, повторяю, в общем, несмотря на прошедшие два с половиной тысячелетия, не вполне органично вошла, я бы сказал, вплоть нашей духовной культуры. И что же «Экклезиаст» видит? Потому что он сам говорит о том, что это тяжело, это трудно, не только потому, что требует усилий. Конечно, критическое мышление требует усилий. Но и то, что получается в итоге этого исследования, тоже, в общем, в глазах «Экклезиаста» не слишком утешительно. Он видит в этой жизни и мудрость, и безумие, и прекрасное, и ужасное, и нет с его точки зрения ничего абсолютного. Говорит, что в конце концов, если пытаться оценивать, исследовать мудрость и то, что делается под небом, то надо сказать, что все суета. И выражение «суета, сует и всяческая суета» устроено так, что оно обозначает предельную степень суетности, предельную степень бессмысленности. Еще он говорит слова, которые в синодальном переводе звучат как «томление духа», а в других переводах русских как «погоня за ветром». Сами понимаете, что «погоня за ветром» занятие абсолютно бессмысленное. Даже если ты вдруг его догонишь, ты все равно его не поймаешь. Это то, от чего не остается никакого следа, никакого результата, и ничего не меняется. И вот уже в начале, в этом кратком введении с 1 по 11 стих экклезиаст говорит, все бессмысленно. Что польза от трудов? И ничего в мире не меняется. Солнце заходит, солнце восходит, нет ничего нового под солнцем. И снова возвращается к этому же в самом конце главы, говоря о том, что это «томление духа». И во многое мудрости, многое печали, кто умножает познание, умножает скорб. Сразу несколько вещей нам важно, как мне кажется, увидеть в этих действительно скорбных словах экклезиаста. Во-первых, это правда. Это правда. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей. Это действительно так. И до тех пор, пока ты будешь обманывать себя идеей значимости, тех или иных своих дел, не божьих, а своих, в общем, ничего из них хорошего не получится. К сожалению, то, что говорит экклезиаст, это правда. Но это еще не вся правда. Это еще не исчерпывает всего содержания человеческого бытия, человеческой жизни. Это одно. Следующее, что тоже очень важно, необходимо признать, что для себя, не для других, для себя, необходимо признать, что да, действительно, только перед лицом Божьим жизнь человека может еще какой-то смысл иметь. Но если абстрагироваться от этой отправной точки, от Бога, конечно, суета. Конечно, суета. Но самое, может быть, важное, вот что. Потому как устроен монолог экклезиаста, потому как он говорит о печали, о том, что ему горько от этой бессмысленности, ему вот умножение познания становится умножением скорби. Видно, что он-то внутри, в сердце, где-то в самой своей глубине личности считает, что этот смысл должен быть. То, что все суета, это с одной стороны правда, а с другой стороны так не должно быть. Что-то не так, что-то пошло не так. Тоже, как часто говорят современные люди. Экклезиаст надеется смысл найти, он нуждается в нем, он считает, что где-то, в чем-то должно быть это абсолютное благо. В дальнейшем он будет различать вещи вечные и абсолютно прекрасные и, скажем там, временно удовлетворительные. Вот. Он хочет, чтобы в человеческой жизни был смысл, чтобы было понятно, зачем вот все это происходило, каждый вздох и каждый поступок. И поэтому ему горько из-за суетности, из-за того, что он ни в чем и нигде этого смысла не наблюдает. Таким образом, может быть, гораздо важнее, чем то, чего экклезиаст в жизни не находит, увидеть то, что же он ищет и попытаться почувствовать, почему ему так нужно, чтобы этот смысл был. Он не согласен на бессмысленность. И это на самом деле фундаментально важная, если хотите, идея всей книги экклезиаста. Это человек, который не согласен на бессмысленную жизнь. Как бы часто, как бы ни было, это буквально бросающимся в глаза проявлением, особенностью нашего мира и человеческого существования, он не верит, что так Бог и задумал. Вот что, в первую очередь, нам важно прочитать в первой главе этой книги. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...